Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Смогилова. И сегодня у меня немножко запоздалое видео, но все-таки я уже очень долгое время не пропускаю подобные ролики. Я снимаю свои пустышки, свои пустышки уходовой косметики в основном, но иногда там попадается что-то из бытовой химии, то, что, допустим, входит в сетевую косметику, например, Фиберлик, либо Эйвен, либо то, что мне очень-очень понравилось, и мне бы хотелось с вами этим поделиться. Не буду долго болтать, давайте сразу начнем. И мой любимый органайтер, давайте сразу вам его покажу. Уже очень долгое время, опять-таки, он со мной. Посмотрите, сколько в этот раз у меня всего накопилось. Ну что, и давайте начнем с вами рассматривать. Как обычно, я не буду ничего рассказывать по категориям, по порядку. Буду вот как моя рука запускается в этот контейнер, в этот органайзер, так вам буду все и показывать. Я всегда так делаю, и мне почему-то максимально интересно именно в таком виде вам рассказывать о продуктах, чем категоризировать их. Хотя, наверное, стоя, наверное, узнать у вас, может быть, вам как раз-таки интересно, когда все это некими категориями выходит. Ну, в общем, напишите обязательно в комментариях внизу видео. Мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Ну что, давайте начнем. И первое, что мне здесь попалось, это, кстати, не бытовая химия и не уходовая косметика. И эту категорию я не называла, потому что я просто забыла, что у меня здесь есть этот продукт, эта пустышка. Это у нас Фаберлик, и это у нас чай. Я купила всего одну пачку чая в свое время, наверное, около пару-троечку месяцев назад. Для чего? Для того, чтобы, конечно, просто попробовать его. В последнее время у Фаберлик, именно у этой такой подлинеечки, не чая, Family Club, выходит очень много новиночек. И специи, и кетчупы, и соусы, чай, кофе, чего там только нет. И вот получается, что мне, в принципе, это все было интересно. Мне интересно было познакомиться с этой продукцией, и, конечно, я постаралась кое-где что-то покупать. И все у меня, конечно, дожило до пустых баночек, к сожалению. Я не кое-что ушло в урну мимо меня, я не смогла это сохранить. Но то, что смогла сохранить, я вам, конечно же, покажу. Чай, в принципе, неплохой по вкусу. Вообще, чем меня заинтересовала данная линейка, это не то, что это просто чай от Фаберлик. Нет, ни в коем случае. Меня заинтересовали именно вкусовые сочетания этих чайов. В данном случае это фисташковый с ромашкой. Очень мне было интересно и аромат послушать, и попробовать этот чай. И, ну, как вам сказать, наверное, вкус такой довольно-таки средненький. Но на чем мне все-таки хотелось бы акцентрировать, наверное, ваше внимание, это его состав. Я, честно говоря, по цене со скидкой 159 рублей думаю, что здесь будет натуральный продукт. Действительно натуральный продукт, без всяких ароматизаторов, без всяких добавок. Но давайте посмотрим состав. Чай черный байховый, ромашка, лист ежевики, девесил и ароматизаторы фисташка и кубника. Ароматизаторы. Тут, по-моему, 20 пакетиков. Чай по своей цене стоит порядка 300, может быть, даже с чем-то сейчас уже рублей. И в нем в составе находятся ароматизаторы. Зачем? Я не поняла. Я попробовала, почитала состав. Ну, тот вкус, который я ощутила, он не стоит. То явно даже на 160 рублей он не тянет. Поэтому я повторять ни в коем случае не буду. И вот здесь мое, наверное, уже такое повторное разочарование. Потому что я еще брала кетчуп и, к сожалению, вот, как я уже сказала, до пустых паночек он не дожил. Там тоже состав был не то, что не очень хороший. Он был, ну, такой вообще, правда, 50 на 50 из консервантов каких-то состоящих. И меня это действительно очень удивило. Опять-таки, потому что цена довольно-таки немаленькая на эти продукты. И второй момент, это все-таки именно на странице каталога себя позиционирует эта категория, эти продукты, как хорошего качества, как какие-то чуть ли не эко-продукты. И по факту, когда ты смотришь состав, ты понимаешь, что это абсолютно не так. Да, может быть, я ошибаюсь. Да, может быть, все кетчупы, которые я ем, может быть, как бы, как вам сказать, скрывают, наверное, ингредиенты и не пишут все. Но те кетчупы, которые я покупаю, по крайней мере, в них точно намного меньше всех вот этих консервантов, добавок, которые есть в кетчупах от Фаберли. Это такое маленькое отклонение. Такие заметки на полях, так скажем, не могла не удержаться, чтобы вам об этом не сказать. Ну что, давайте идем с вами дальше. Следующий продукт, который я вам покажу, это у нас бальзам-ополаскатель для осветленных эмилированных волос. Не помню, в этих липустышках будет еще шампунь от этой серии. Или же он уже был в прошлом месяце. Вполне возможно, потому что шампунь у меня закончился пораньше, чем бальзам-ополаскатель. Обожаю эту серию. Это мой любимый Эйвен, моя любимая линейка у Эйвен Advanced Techniques. И я действительно очень люблю эту серию. Эта серия предназначена для осветленных волос. Как раз-таки вы, наверное, заметили, кто мне давно смотрит, что я сделала эмилирование. И, соответственно, мне сейчас максимум нужно такого ухода, который убирал бы желтизнус волос. И, к сожалению, у меня данная линейка закончилась, подошла к концу. И я, конечно же, буду себе закупать ее заново. И еще раз повторю, как, в принципе, всегда говорю, когда говорю об этой линейке. Не ждите от нее эффекта тоники, наверное, да. Не будет такого эффекта, чтобы после первого применения раз и все. И не увидели никаких желтых прядей. Заметили, что желтизна исчезла, нет, такого не будет. Этим шампунем, этим бальзамом нужно пользоваться на постоянной основе. И тогда он действительно очень хорошо работает. Он действительно делает волосы более серебристыми. Наверное, не жемчужными, более серебристыми. Убирая вот эту ненужную желтизну. В данном случае я уже раз в три мыла голову вообще без каких-то шампуней с фиолетовыми пигментами. У меня сейчас, ну, желтизны, наверное, в волосах немножко больше, чем мне бы того хотелось бы. Ну, как видите, просто потому что у меня закончилось это средство. Я не могу пока... То есть, буду делать заказ, конечно же, закажу. А аналог хотела купить от Concept. Его почему-то вообще в магазине найти не могу. Ну, так вот. Помимо того, что оно замечательно работает именно как накопительный продукт, я также хочу отметить, что он очень хороший по качеству. Как шампунь, так и бальзам. Бальзам мне, наверное, даже больше нравится, чем шампунь. Я об этом уже тоже давно говорила. Он работает как хорошая, качественная маска. Даже после минутного нахождения на ваших волосах вы такой эффект от нее увидите. Волосы будут такие мягкие, такие шелковистые. Я обожаю этот бальзамополаскиватель. И у меня этот бальзамополаскиватель брали еще и брюнетки для того, чтобы почувствовать этот эффект, о котором я рассказываю, и они тоже остались довольны. Поэтому обязательно просмотритесь. Тем более, если у вас, конечно же, светлый цвет волос, милирование, либо вы просто блондинка, он вам должен понравиться. Как шампунь, так и бальзам. Следующий продукт, это тоже у меня будет средство для волос. Это шампунь от Ифраше. И это моя повторная покупочка. Я им пользовалась, наверное, примерно около года назад. Закончила. Он мне очень понравился. И я, конечно же, потом со временем уже прикупила себе повторочку. Но в этот раз почему-то впечатления уже были не такие. Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы и по структуре мои волосы не сильно изменились. Но мне не очень понравилось. Он плохо мылился. Мне показалось, он плохо смывался. Он делал мои волосы более жесткими. Повторять однозначно не буду. Хотя, опять-таки, вот очень удивительно, что в первый раз он действительно очень-очень понравился. Это у нас Ифраше. Шампунь уход нежность для чувствительной кожи головы. Обещает нам бережный уход для кожи головы и волос. Ну и в составе тут получается у нас фруктаны агавы. Увеличивает в два раза микроциркуляцию кожи головы для питания волосяных луковиц. И гомомелис снижает раздражение кожи головы. Ну вот, возможно, он был для чувствительной кожи. Поэтому он прям как-то еле-еле пенился, еле-еле смывался. Ну, в общем, в любом случае, мне не понравился. Я его повторять не буду. Следующий продукт, который мне здесь попадается, это скраб для тела от Organic Shop. Это у нас скраб для тела, органическое масло кофе и тростниковый сахар. Здесь 250 мл. И это, по-моему, то ли вторая, то ли третья уже упаковочка. Я его просто обожаю. Обязательно буду повторять. Знаю, что он продается в пятерке. Я обычно там его ищу по хорошей скидочке и там приобретаю. Я специально его не стала никак вымывать, чтобы вам показать, какой он внутри. Потому что, ну, на вид он прям такой вот, как шоколадный какой-то десерт выглядит. Хотя, наверное, на камере, может быть, и не очень. Ну, а на запах это просто такой настоящий кофе. Действительно, кофе смешанный с сахаром. Пахнет не кофе напитком, а пахнет именно зернами. Кофе смешанным с сахаром. И я его обожаю. Очень люблю. Помимо того, что он прекрасный аромат, и мне прям хочется вдыхать и вдыхать каждый раз, когда я им пользуюсь, он очень хорошо скрабирует. Но здесь, наверное, скажу так, что если вы любите очень деликатные скрабики, то вам он не подойдет. Он довольно жесткий. Я такие скрабы для тела люблю, поэтому я с огромным удовольствием им пользуюсь. Если вы не любите, то вам, наверное, не подойдет. Вам нужно будет поискать что-то более такое нежное по прикосновению к коже. Здесь будет довольно грубое прикосновение, грубое, жесткое. Ну, а я от этого просто получаю кайф. Следующий продукт, который я вам покажу, это будет упаковочка от мыла. Мыло у меня пока в использовании, но так как оно уже в использовании, естественно, я пустышку от мыла показать не смогу, показываю вам коробочку. Это у нас Арифлейм. Был подарочек, по-моему, на прошлый Новый год, а возможно на 8 марта, сейчас уже не помню. Это у нас шведская, это прямая коллекция какая-то, видимо. Я, если честно, Арифлейм не сильна, я не занималась этой косметикой, у меня в принципе мало что есть из Арифлейм, поэтому извините, но вот говорю то, что вижу. Это у нас массажное мыло, и оно действительно очень-очень интересно. У него с одной стороны такие вот как, как вам сказать, наверное, как шарики что ли сделаны. Я постараюсь его найти картинку и вставить вам куда-нибудь здесь, чтобы вы поняли, о чем я вам говорю. Я очень удивилась, когда его открыла, увидела, и по факту сейчас понимаю, что оно действительно больше подходит не для рук, да, для такого обычного применения, а подходит именно для тела, для массажа, именно тела, наверное, во время души. Вот так вам скажу. Аромат у него был очень-очень такой вкусненький. И не могу определенно сказать, чем пахнет это мыло, но что такое освежающее, с хвойным, наверное, смешанное, но вот аромат очень-очень просто. Мыло мне понравилось, сейчас у меня находится в использовании. Следующий продукт у меня тут попадается, это уже бытовая химия. И я хотела, почему я вообще в принципе решила вам показать этот отбиритель, потому что он очень-очень бюджетно. Покупала я его, по-моему, в светофоре рублей за 20-30, ну, довольно порядочно время назад. Но он очень действительно классный. У него вот здесь на кончике есть вот такие вот как щетинки. Посмотрите, надеюсь, оп, у меня тут выливается. Надеюсь, вам будет видно. И, соответственно, с помощью этих щетинок очень удобно это средство наносить. То есть, помимо того, что вы на ткань нанесли, вы этими же щетинками, такими силиконовыми, резиновыми, вы сразу можете втереть это средство, получается, в ткань, в одежду. И тем самым усилить воздействие самого этого средства. Надеюсь, я правильно выразилась. Очень мне хотелось донести эту мысль. Здесь всего 250 мл, но, честно говоря, мне хватило его действительно надолго. Потому что, ну, у меня в обиходе не один отбиритель, у меня их несколько вот этих пятноводителей, отбирители. И он действительно прям произвел впечатление. Еще раз повторюсь, что он очень-очень бюджетно стоит, при этом очень хорошо работал. Так, следующее, что у меня здесь попадается. Это будет дезодорант. Дезодорант этот Рексона. И это, наверное, последняя, по крайней мере, которую я видела, новиночка. Клиникал протекшн. Он у них выходит в трех, по-моему, вариантах. Есть шариковый, есть вот такой антиперспират, как он правильно называется. Ну да, стик в виде стика, наверное. Наверное, антиперспирант крем, вот правильное его название. Есть еще в виде спрея. Спрея я пользовалась. И вот стик этот у меня уже второй раз. Он мне очень нравится. Действительно очень нравится. Мне кажется, он на голову, прям на уровень выше обычных вот таких вот стиковых дезодорантов. У меня сейчас он подошел к концу. У меня его замены нет, потому что как-то не попадался мне, наверное, на глаза. Потому что по своей цене он все-таки немножко дороговат. Он чуть-чуть дороже, чем вот его собрать. А поэтому я все-таки стараюсь найти его по акции, по скидочке. Как только увижу, обязательно прикуплю. Потому что он действительно мне запал именно по качеству. Насколько классно он справляется с потоотделением. И вот в течение дня я могу быть полностью, абсолютно уверена, что никакого запаха от меня, что бы я при этом ни делала, там, бежала, там, я не знаю, как-то ходила или мне было очень жарко, никакого запаха не будет. Он работает действительно прям на 200%. Очень-очень мне полюбился. И причем в аэрозоле он, по-моему, тоже очень хорошо сработал. Просто как-то мне, видимо, привычнее именно в виде стика. Потому что я не всегда выношу аромат этого аэрозоля. Обычно даже я, когда наношу аэрозольный ресторант, я просто потом сразу из ванной комнаты выхожу. Не могу терпеть. Мне прям сразу как будто задыхает, как будто от этого аромата. Так, следующее, что я вам покажу, мы закончили салфеточки. Это у нас Аура. Не помню, где точно покупала. Либо Светофорий, либо Фикс Прайс. И, возможно, честно, не помню. Просто всегда показываю, потому что очень люблю, обращаю ваше внимание, салфетки именно вот с таким клапаном. Они позволяют салфеткам дольше оставаться влажными. Ну и в целом они очень-очень экономные. Здесь было 200 штук. Это была огромная пачка, которой хватило на очень-очень долгое время. Так, идем с вами дальше. Следующий продукт, который я вам покажу, это тот продукт, который у меня уходит в огромном, большом количестве. Потому что мы все очень любим принимать ванну. Тем более вот в этот зимний, осенний, весенний период. Летом, как-то у меня вообще, честно говоря, в ванну не затащишь. А вот зимой я очень-очень люблю горячую воду с пеной для ванн, с солью для ванн. И у меня сын очень любит плавать, купаться в ванне именно с пеной. И поэтому у нас такие штуки, такие вещи уходят очень-очень быстро. И вот очередной у меня закончился. По-моему, буквально в прошлом месяце я вам показывала, либо в прошлом, либо в позапрошлом, показывала очередную пустышку именно пены для ванны. Вот опять-таки очередная у меня закончилась. Следующая у меня опять-таки в обиходе стоит. И уверена, что тоже ненадолго ее хватит. В данном случае, это у нас такая недавняя новиночка у Эйвэна. Она выходила к Новому году. Это у нас пряный апельсин и клюква. Пена для ванн в объемчике 500 мл. У них, напомню, есть еще и большие в объеме 1000 мл. Аромат был очень такой вкусненький, прикольненький. На зиму самое то. Да, на зиму самое то. На лето бы он явно уже не подошел, потому что он настолько прям вот такой новогодний. Там есть как будто бы и корица, как будто бы и имбирь. Хотя, в принципе, здесь не заявлено ни корица, ни имбирь. Но я по аромату эти нотки чувствую. И поэтому летом, я думаю, что им было бы менее приятно пользоваться. Не им, а ей, наверное. Было бы менее приятно пользоваться. А вот зимой, когда на улице снег, когда на улице холодно, морозы, вообще самое то. Люблю пены для ванн от Эйвен. Никогда им пока еще не изменяла. Ничего не хочется даже другого приобретать. Наверное, надо будет попробовать что-нибудь купить. Тоже из пены, но другого бренда. Но пока вот настолько они мне устраиваются, что даже менять и смотреть в другую сторону, в сторону другого бренда, мне не хочется. Очень-очень их люблю. Кстати, забыла сказать. У них еще очень сильно обновилась линейка. Они визуально остались такими же, именно в такой упаковочке. Но у них обновилась сама вот эта этикетка. И очень стало много разных ароматов, разных сочетаний нот. Тех, которых раньше не было. Поэтому обратите внимание, если пену для вас любите, обратите внимание, что есть такие новинки у меня. Следующий продукт, который я вам покажу, это будет опять фаберлик. Это уже опять-таки такой шажочек в сторону бытовой химии. И это у нас средство для мытья посуды, красный грейпфрут. Он у нас предназначен для посуды, как вы понимаете. Но также им можно пользоваться и для детской посуды, потому что здесь есть такие значки с 0+. Вы можете использовать детскую посуду, мыть игрушки детские, мыть. Эффективен, против особо сильных, стойких и жировых загрязнений, подходит для мытья детской посуды, как я вам уже сказала. Здесь 500 мл. Стоит он, ну, по акции, его можно взять рублей, наверное, за 160-180. И, как вам сказать, да, я уже давно как бы смотрела, думала вообще взять, не взять мне это средство, попробовать, не попробовать. Все-таки я, во-первых, блогер, во-вторых, я представитель фаберлик. И, конечно же, мне нужно было, как вам сказать, да, свое мнение всегда иметь при себе, чтобы я могла посоветовать, либо, наоборот, отсоветовать что-то покупать. Я когда-то в самом начале брала средство для мытья посуды, но тогда, ну, не произвело на меня впечатление. И поэтому я решила еще раз купить и еще раз посмотреть, что же это за чудо-средство, чем же оно будет так сильно отличаться от всего остального. Но, честно, я ничего такого не заметила, и мылится он обычным образом, и аромата сверхъестественного, очень-очень вкусного аромата, я, честно говоря, от него тоже не заметила. Возможно, по составу он немножко опережает, наверное, может быть какие-то другие средства, но я, честно говоря, не химик, я не сильна в составе и не смотрела на состав, не сравнила эти составы, поэтому и выводы сделать по этому поводу не могу. Для себя единственное, которое вывод сделала, это средство обычное, просто дороже чуть ли не в два раза тех, которые я покупаю. Поэтому, наверное, повторять не буду. Если будут по каким-то бешеным скидкам, бешеным распродажам, да, наверное, куплю. Но вот так просто по обычной акционной цене я его приобретать точно не буду, потому что, ну, впечатлений на меня он не произвел. Так, идем с вами дальше. Следующий продукт. Ах, вот он. Вот он, нашелся наш пропащий шампунь, про который я вам говорила в самом начале. И это та самая парочка, которую я обожаю у Advanced Techniques, у Avon. Она очень хорошо подходит для эмилированных, для блондинистых волос. Поэтому прошу вас обратить внимание и еще раз напомню, что не ждите разового эффекта от применения этих двух средств. Эти средства дают накопительный эффект, поэтому обязательно пользуйтесь на постоянной основе. Но я больше чем уверена, что вы будете просто в восторге от этих средств. И именно даже не по эффекту какого-то там жемчужного сияния, серебристого сияния, там и убирания вот этой желчизны с волос, а именно по эффекту, по текстуре своих волос. Потому что он очень классно работает. Как шампунчик, так и бальзам-ополаскиватель. Так, следующий продукт, который мне здесь попадается, это у нас Perish. Наверное, я правильно прочитаю, потому что я, честно говоря, не знаю, как правильно называется. У меня такие средства было целых две штуки. Попадающие у меня в коробочке красоты в свое время. И я первую из расходовала, вы знаете, прям пробовала и так, и сяк, и не поняла вообще в целом, как этим средством пользоваться. А по факту получается, что потом уже, когда практически на половине от первого средства, я начала все-таки разбирать, искать информацию. Я нашла инструкцию, как же правильно пользоваться этим средством. Это средство, это как несмываемый бальзам. То есть его нужно использовать не как сыворотку, не как какой-то спрей, хотя он в виде, в принципе, спрея, как бы сам по себе, просто у него такая более густая текстура. И я все ждала от него какого-то там, что он будет хорошо расчесывать волосы, помогать именно в расчесывании, да, что какой-то будет эффект там шелковистости нет. Он работает как хороший бальзам, только которым не нужно смывать. И когда я его начала использовать именно по применению, по прямому его назначению, мне действительно он очень-очень понравился. Я прям с такой тоской добивала уже вторую бутылочку, вторую баночку. Понимаю, по-моему, когда-то я еще смотрела и видела цену, понимаю, что, наверное, стоит он не бюджетно, и не факт, что я его буду повторять, но с огромным удовольствием я бы его повторила, в плане, если бы я купила какую-то коробочку красоты, и там он попался, я была бы очень-очень довольна. Вот еще раз посмотрите на это средство. Очень-очень хорошее средство, особенно для ослабленных волос, для ломких волос очень хорошо подходит. Так, следующее, что мне попадается, это у нас маслечка. Маслечка от Avon, это Avon True. Возможно, сейчас он немножко в другом виде выходит, потому что как-то не замечала, хотя надо уже заметить, потому что маслечка у меня, как вы видите, подошла к концу, и она мне очень-очень-очень нравилась. Это у нас линейка Nutre-Effects. Чудесное сияние, легкое очищающее масло для лица, без ощущения липкости, не содержит мыло, подходит для чувствительной кожи, протестирован на аллергенность, не содержит парабены и красители. И действительно, это было такое чудесное средство, это было что-то, как вам сказать, что-то среднее, наверное, между каким-то, может быть, бальзамом и маслом. Иногда масла, именно для снятия макияжа, они бывают очень густые, действительно, очень липкие, и не совсем приятно бывает ими пользоваться. В данном случае было приятно действительно пользоваться, потому что даже после его смывания с лица, даже когда вы еще никаким средством, до конца это масло не сняли, вы все равно не чувствуете этой липкости, вы не чувствуете какого-то такого неприятного ощущения на коже лица. И оно очень хорошо и быстро, как бы и водичка смывалась, потому что при воздействии с водой это средство превращалось просто в молочко, очень-очень нежное молочко. Ну и, конечно, когда вы уже с дополнительным средством умывались, своей умывалкой обычно, то оно просто сходило полностью, но нет, и следов от него не оставалось на лице. Очень-очень понравилось, очень полюбила. Я могла и в душ, то есть вечером, когда в душ захожу и понимаю, что косметику не сняла, я просто его беру с собой и получается сразу прям на ходу смываю, у меня все без остатка в глаз смывается. Саму косметику очень хорошо смывал, как с глаз, так и с самой кожи, прям вообще потрясающе, никаких следов не оставлял, но и опять-таки вот этого немножко неприятного ощущения, которое может давать масло для снятия макияжа, вот эта масочка не оставляла, поэтому ему за это особый прям респект, и я с огромным удовольствием его буду повторять. Следующее, что у меня здесь попадается, ага, опять-таки у меня здесь кое-что из бытовой химии, это у нас освежитель воздуха нежное прикосновение от Air Pure, покупала я его в фикс прайсе, и как-то вот до этого, по-моему, я покупала с ароматом дождя, то ли что-то после дождя, да, сейчас уже не помню, мне настолько не понравился тот аромат, то когда я пошла выбирать уже другой, после того, как он закончился, я очень долго стояла и думала, принюхивалась, присматривалась, чтобы понять, какой же купить, чтобы он не был таким противным, как предыдущего, с каким-то ароматом дождя, и я увидела вот эту линеечку, это действительно такая, ну, как мини-линеечка, я так понимаю, потому что там было несколько подобных ароматов, непонятных даже по сочетанию нот, потому что, если прочитать, то вы увидите название нежное прикосновение, что означает аромат, именно нежное прикосновение понять тяжело, мы понимаем, что это может быть какой-то нежный, цветочный, судя по всему аромат, судя по лепесткам, но насколько он действительно вкусный, мы этого понять не могли, я просто как бы принюхивалась тогда в магазине, и вот выбрала этот аромат, и как же я попала в точку, как же он мне понравился, у него был потрясающе приятный, нежный, цветочно-фруктовый аромат, очень-очень классный, при этом он действительно был такой, вы знаете, очень деликатный, он не был настолько ярким, он даже после, ну непосредственно впрызгивания, да, в ванной комнате, он у меня таком в диффузоре стоял, аромат был очень-очень нежный, он действительно прям какой-то нежной во мной распространялся по ванной комнате, и мне он очень понравился, я теперь для себя поняла, что я в последующие все разы буду покупать именно вот что-то подобное, в плане того, что из этой же линейки, мне очень-очень понравилось. Следующее, что я вам покажу, это будет мое разочарование, так, как бы вам показать, чтобы ничего не отсвечило, так, наверное, буду держать, иначе прям очень сильно отсвечивает. Как вы поняли, это у нас, так, как это правильно называется, эксполиантная маска для ног, носочки, с гликолевой кислотой и алоэ вера. Эти носочки должны были прям супер-пупер как подействовать, насколько это все написано в аннотации, их нужно было держать, по-моему, около 30 минут, нет, даже ошиблась, 60 минут их нужно было держать, вот здесь все указано, то есть их надеваешь на ножки, делаешь вот это закрепление, то есть закрываешь, чтобы ничего оттуда не вылилось, потому что там реально находится прям жидкость, то есть это не носочки такие, тканевые носочки пропитаны какой-то жидкости, это именно целлофановые носочки, в которых находилась вот эта жидкость. 60 минут нужно было ножки в этой жидкости держать, ну и в принципе все, потом нужно было просто смыть это средство и ждать чудо. И чудо, я так понимаю, ну судя по отзывам, которые я слышала, чудо у всех происходило, кроме меня. Я ждала, ну не день, ладно, я ждала, по-моему, мы говорили, что где-то день на пятый начинается, вот это шелушение, где-то вся кожа должна сходить, пятый, седьмой, девятый, двенадцатый, прошло уже три недели после использования этих носочков, ничего. Я не знаю, что со мной не так, эта масочка не просрочена, с ней все в порядке, почему она не сработала, я вообще понять не могу. То ли уж настолько у меня кожа на ногах идеальна, во что я очень сильно не верю, то ли это просто, ну действительно в какой-то момент продукт не сработал, я не знаю, что было не так, потому что все я сделала по инструкции, но по факту я ничего от этой масочки, от этих носочков не получила. Вот хотите верьте, хотите нет, никакого эффекта абсолютно не было, никакого шоушения, никакого там отхождения кожи, как говорили у кого-то чуть-чуть не пластами эта кожа сходила, ничего абсолютно. Я не знаю, что вам сказать, на мне не сработало просто вообще никак, поэтому это абсолютно мое разочарование, потому что я ждала, но честно говоря, прям действительно того эффекта, что ножки мои станут такие прям нежные-нежные, и все лишнее от них уйдет, в плане такой ненужной кожи мертвых. Давайте я вам покажу, как выглядели эти носочки, чтобы у вас было понимание, вот такие носочки, и внутри у них такая ткань, именно как обычно тканевые масочки делают, и вот это все было пропитано жидкостью, прям там жидкость действительно была, как вам сказать, налита, то есть когда вы ногу туда ставите, жидкость прям блескалась там внутри. По размеру, вы понимаете, что размер очень-очень большой, подойдет на любой раз. Мир ноги, за это можно не переживать. Вот, ну а по факту в каталоге стоит, по-моему, сейчас данный продукт порядка, ну, рублей, по-моему, 300-400, и это со скидкой, и я сейчас понимаю, что если бы, она мне, кстати, попалась, по-моему, как-то в подарок, и я сейчас понимаю, что если бы я ее покупала за свои деньги, и не увидела бы от нее вот этого эффекта, который заявляется, это было бы просто очень жесткое разочарование, честно. Вообще, в целом, наверное, даже не то, что этими носочками, а вот в какой-то степени, может быть, даже и самим брендом, потому что, ну вот, когда ждешь именно такого эффекта, и не получаешь абсолютно ничего, и при этом еще и стоят они не 50, не 100 рублей, а стоят достаточно дорого для, ну, подобных носочков. Так, следующее, что я вам покажу, не будем больше о плохом, давайте поговорим уже, надеюсь, о хорошем. Нет, нет, опять у меня не будет хороших впечатлений, хороших отзывов о данной продукции, это у нас Фаберлик Эксперт, бальзам двойное питание с аминокислотами, у меня был такой шампунь, нет, его здесь не оказалось, видимо, я его в прошлый раз уже показала, и шампунь у меня закончился, но шампунь как-то еще более-менее, я помню, мне нравился, то есть, его было приятно использовать, у него был приятный аромат, приятная текстура, хорошо омылился, а вот бальзам вообще, как-то вообще никак не пошел, хотя он в принципе направлен на зимнюю защиту волос, то есть зимой наши волосы подвержены чему, да, постоянному вот этому теплу от батареи, пересушиванию, за ними нужен особый уход, особое увлажнение, особое питание, я когда покупала эту линейку, я покупала именно ее из шампуня, и вот этого бальзама, я надеялась, что это действительно будет очень классный продукт, который буквально там за 2-3 минутки нахождения на моих волосах будет мои волосы напитывать, увлажнять и, ну я не знаю, помогать, наверное, восстановиться вот от этих всех зимних неприятностей, которые воздействуют на нас извне, но по факту казалось, что это просто настолько проходной продукт, никак на моих волосах не работало, я конечно же его добила, чтобы не выбрасывать просто уже именно сам продукт, но повторять ни в коем случае не буду, ни увлажнения, наверное, 100%, ни питания, я от него не увидела, было какое-то вообще очень-очень поверхностное, но опять-таки заявлю, что возможно, я бы и закрыла на это глаза, но раз эта линейка предостаточно именно для зимнего ухода за волосами, я все-таки от нее ждала намного больше, поэтому вам не советую приобретать, она мне не понравилась, шампунь еще как-то более-менее можно, можно попользоваться, но бальзам вообще был абсолютно никакой, он даже легкой расческой волосам не давал, то есть для чего я его использовала, я просто, ну понять не могла, я просто его добивала, и все. Осталось у меня совсем-совсем чуть-чуть, и следующий продукт, который я вам покажу, это у нас Эйвент чистый кислород, это у нас пенка для умывания, каждый раз, по-моему, говорю, что моя дочь использует для умывания только пенки, она берет как бы два вида пенок, одна от линейки, раньше она называлась, по-моему, Нутриэффект, а сейчас вот немножко вот такая появилась, затрудняюсь ответить, остался ли именно от Нутриэффект продукт, но этот продукт есть, и еще второй, это Клерский, там тоже пенка для умывания, именно в таком же прям абсолютно виде, с другой этикеткой только, и она вот пользуется исключительно ими, никакие другие текстуры она использовать не хочет и даже не принимает, я ей пыталась там подсовывать какие-то свои эмульсии, какие-то свои умывалки, гелия для умывания, мне нравится все, только-только пенки, и прям действительно она ими очень-очень довольна, поэтому из разных раз в моих пустых баночках, мне кажется, так как будто появляются вот эти пустышки от пен, именно от Avon, между прочим, другие она бренда почему-то тоже не рассматривает, но ей очень-очень нравится, она действительно очень довольна. Ну что, и осталось у меня всего два продукта, вроде бы так много было, да, по факту, как будто бы мне хочется еще что-то вам рассказать, показать, но продукта больше не осталось. Предпоследний продукт, который я вам покажу, это был продукт от Fiberly, концентрированная зубная паста 200+, и это у нас паста с маслом австралийского чайного дерева и экстрактом голубого кипариса. Что она должна была делать? Протвращать появление кариеса, надолго продавать свежее дыхание, мягко очищать эмаль и поддерживать здоровое состояние десен. В принципе, сама зубная паста неплохая, при этом она концентрированная, то есть действительно здесь могу прям поставить такой жирный плюсик, что небольшого количества этой пасты хватало для того, чтобы прям полноценно почистить зубы. Еще второй плюс, который я бы отметила именно у этой пасты, что очень долго, но не то, что очень долго, наверное, дольше, чем от других паст, которыми мы ранее пользовались, зубки были чистыми именно на ощупь, да, то есть налет вот на них начинал появляться дольше, чем после другой пасты. Вот так вот вам скажу, надеюсь, будет понятно. Вот, в целом понравилось и, возможно, наверное, буду даже заказывать, потому что очень часто бывает по хорошим скидкам в каталогах и берлик, и поэтому я не прочь бы дальше знакомиться со всей этой линейкой, она мне понравилась, поэтому вам тоже советую приобрести, если вы еще раз думали. При этом там, между прочим, есть, по-моему, очень разное, очень многое количество видов, всевозможные, и для чувствительных зубов, по-моему, есть, для отбеливания есть, поэтому здесь есть из чего выбрать. Ну и последнее, что у меня идет в пустышках, это вот такая вот масочка, маска для волос, дополнительное питание, антистатический эффект, жидкий шелк кератин, и это у нас Вэллори Профессионал, покупала я ее в Улыбке Радгит, какая-то была там акция, не акция, воприк, это была, по-моему, дешевая такая цена, предложили, попробовала, ну, как вам сказать, опять-таки, это зимний уход, опять-таки, от зимнего ухода я ждала немножко все-таки большего, я ждала, вот вы знаете, наверное, вам так скажу, что вот это средство, вот этот бальзам, по ощущениям, работает намного лучше, чем вот эти два средства для зимнего ухода, которые я вам сегодня показывала, и по мне так, это не совсем правильно, не совсем верно, потому что, ну, все-таки, если продукт заявляет себя как продукт для зимнего ухода, я все-таки предполагаю, что он действительно должен настолько насыщать ваши волосы, и питать, и увлажнять, и делать их прям классными-классными, и такими прям хорошими, здоровыми, что вы должны это ощущать после применения, если вы этого не чувствуете, тогда я смысла не вижу в этих продуктах, зачем их покупать, тратить деньги, использовать, если вы не чувствуете, не ощущаете вот эти впечатления от ваших волос после использования данных средств, поэтому, хорошо, что попробовала именно в таком варианте, в таком пробничке, хватило, по-моему, здесь раз, наверное, на два, здесь 20 мл в объемчике, и для себя поняла, что мне такой продукт не нужен, полноразмерную версию точно покупать не буду. Ну что, все, последний продукт я вам показала, заметьте, ни одной у меня здесь не было, масочки для лица, тканевые, представляете, за февраль ни разу не воспользовалась тканевая маска для лица, в начале марта уже, когда мне это в голову мысли пришла, я сразу же, сразу же исправила положение, сразу же масочку нанесла, одна масочка у меня за марта уже есть, а вот здесь как-то получилось, вот я не знаю даже, что вам сказать, ни одна маска для лица у меня не закончилась ни в тюбике, ни тканевой, ни разу не воспользовалась, это прям бич, бич для меня, буду исправляться. Ну что, я надеюсь, что вам мое видео понравилось, я надеюсь, что оно было для вас полезным, что вы много чего интересного услышали, что я вас отговорила от каких-то ненужных покупок, либо наоборот, склонила к каким-то покупкам, именно исходя от своего отзыва, по крайней мере, я буду очень на это надеяться. Если это так, если вам есть, что рассказать об этих продуктах, которые я вам сегодня показывала, обязательно пишите в комментариях, я каждому из вас отвечу. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить пальчики вверх, для того, чтобы я смотрела и радовался, и развивала свой канал дальше. Ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok